С Паралимпиады домой. Азовский коллектив Виктория вернулся из Сочи. Для участников это вторая удачная поездка на Кубань. Ранее танец на колясках был представлен на Всероссийском конкурсе хореографии «Южный берег». Участники коллектива единственные, кто представил Донской регион на Паралимпиаде. Настроение ребят было очень восторжено. Незабываемая поездка, эмоциональное состояние было их в течение последней недели на высоте. Я думаю, что такие мероприятия просто необходимы. И нужны. Нужны всем нам. Потому что они нас сплачивают и объединяют. Выступление действительно уникальное. У каждого участника коллектива детский серебральный паралич с таким тяжелым недугом пока никто не смог станцевать на публике. Эта Олимпиада была для них символом состязательности увидеть дух паралимпийцев. Потому что откуда мы знаем, может быть, танцы на колясках включат в летние паралимпийские игры. И кто-то из них будут будущие чемпионы паралимпийских летних. Игр. Добавлю, коллектив создан 4 года назад и за это время он уже стал лауреатом многих международных конкурсов. Впереди выступление в Санкт-Петербурге, затем поездка в Италию. Может ли Сиелка ехать по проселочным дорогам? Как вовремя получить деньги из бюджета и не прогадать в страховании посевов? И главное, как перезимовали поля? Будет ли урожай? Ответы на эти вопросы искали сельхозтоваропроизводители и работники различных ведомств на предпосевном совещании в Кошарах. Татьяна Бочарова узнала мнение специалистов. Настроение у собравшихся аграриев хорошее. Зима и весна не повредили засеянные осенью поля. Выигрыши те хозяйства, что успели положить зерно в землю до проливных сентябрьских дождей. А зима в прекрасном состоянии, как никогда. Лет 10 такой зимы у нас не было. Соблюдение агротехнологических приемов – важнейшая составляющая успеха, подчеркивают и ученые, и министр. У нас отдельные сельхозтоваропроизводители не понимают, что есть технологии, есть агротехнические приемы, есть сроки сева сельскохозяйственных культур. Но вот вы слышали, остался подсолнечник не убран. И кукуруза на некоторых полях зимовала до весны. Какое уж тут качество. А между тем, это сегодня очень востребованная культура на Дону. В регионе есть перерабатывающие производства. Постепенно в лучшую сторону меняется структура посевных площадей. Отдавая деньги, нужно понимать эффект их. Поэтому сегодня все-таки дошло до многих сельхозтоваропроизводителей, по тому же подсолнечнику, что его нужно заменить другими немаловажными и не менее экономически эффективными культурами. Тот же масличный лен, та же горчица. Увеличивается энерговооруженность хозяйств. Практически все подготовились за зиму и подошли к весеннему севу в полном вооружении. Техника выходит в поле. Но есть препятствия со стороны ГАИ, которые запрещают движение широкозахватных сельхозмашин. Я вот, допустим, это впервые увидел, конечно же, сейчас вот спрошу, кто это говорит, везде это проблема. Безусловно, мы ее будем решать руководством ГУВД. Я понимаю, когда на трассу выезжают, да, это одно. А когда внутри хозяйства, с поля на поле там переезжают, ну это что-то такое непонятное. На совещании были рассмотрены вопросы получения государственной поддержки, агрострахования, изменения законодательства в сфере землепользования и безопасности зерна, а также другие актуальные вопросы этого сельскохозяйственного сезона. Как сообщил министр, Ростовская область оказывает гуманитарную поддержку Крыму, а также формирует партии продуктов для поставки в торговые сети полуострова. Татьяна Бочарова, Юрий Санкин, Главная новости. На Дону специалисты улучшают породу местных диких животных. Сегодня на воле выпустили целую группу парнокопытных переселенцев из Алтайского края. Такого не делали более 30 лет. И Лена Баранникова побывала в лесах Усть-Донецкого района. В тесноте да не в обиде. 4000 километров преодолели алтайские пятнистые олени в грузовике, чтобы поселиться на Дону. Усть-Донецкий район для животных почти курорт. В их распоряжении 530 гектаров леса. В этом фургоне находятся 50 оленей. Животным совсем немного осталось томиться в неволе. Буквально через несколько минут их выпустят на свободу. Ученые утверждают, что в этом лесу находится прекрасная кормовая база. И животным будет там очень комфортно. Новым жильцам всего по 6-7 лет. Это юный для оленей возраст. Алтайские гости должны прижиться на юге и улучшить породу местных собратьев. Для сотрудников охотничьего хозяйства привоз животных – дело нечастое. Пятнистыми оленями. Последний раз лес пополнялся более 30 лет назад. На протяжении вот этих 30 лет как бы начался имбридинг. Это близко родственное скрещивание. И поэтому утратились трофейные качества. А у охотников трофей стоит на первом месте. От количества к качеству на Дону – одна из самых крупных популяций пятнистого оленя в европейской части России. Задача – сделать ее чистопородной. Тем более, что среди соседей по лесу есть представители Красной книги. Так как он памятник природы, представляет собой интересный участок для науки. Много видов всяких редких разных растений, насекомых, животных, занесенных Красную книгу. Населять лес планируют не только оленями. Через 10 дней подвезут сотню лани и еще 50 муфлонов осенью. Елена Баранникова, Андрей Коробко. Главное новости. Тюркоязычные ростовчане 14-й раз отметили Международный день весны. Организаторами по традиции выступили азербайджанская и киргизская диаспоры. Празднику Наврузбайрам уже около 4 тысяч лет. Корнями он уходит в языческую традицию поклонения огню. Сегодня этот день отмечают национальными песнями, танцами и прыжками через костер. В этот день, в этот праздник, в Азербайджане все народ, люди празднуют ровно месяц. И месяц отдыхают. Кроме этого, все друг друга обиделись или ругались когда-то. Друг друга не разговаривают. Или враги. И стараются уже мириться в этот день. Наврузбайрам был признан международным праздником весны. Начиная с 2010 года его празднуют в большинстве стран мира. Актеры казачьего драматического театра смогли перенести на сцену настоящий сериал о семейной жизни. Брачный договор по пьесе Эфраима Кишона представили публики. Труппа выполнила сразу две задачи. Показала свое детище зрителям и приняла участие в областном театральном конкурсе Мельпомена. Одним из первых спектакль увидел наш корреспондент Владимир Савеленко. Жизнь в этом доме идет по устоявшемуся годами распорядку. Глава семьи Эли Мелех утром встает по будильнику, после работы рассказывает о трудовых подвигах. А к обеду привык получать салат и содовую воду. Малейшее отхождение от регламента приводит к скандалу. Я ради вас вкалываю, как проклятый. Нет, я загораю на пляже, я играю в бильяны по барам. Я жалко неудачник, который не спас момента своей семье ничегошеньки. Да, такой я человек, такой. У вас ты неишься, все. Ох, я там что-то имею. Стакан от простой ночеробки. Я не заслужил в этом доме. Это проблема только наших. Всегда наших семей, которые живут более 20-30. Приходит обыденность, приходит какая-то упорядочность, приходит быт и скука. А ее не должно быть. Должна быть иногда и романтика. Суматоха на сцене начинается из-за брачного свидетельства. Немолодая супружеская пара после 25 лет совместной жизни не может его найти. А их дочь Айала собирается замуж за молодого человека, чья педантичная матушка требует, чтобы по традиции предоставили официальную бумагу. Я уверена, что у нас было брачное свидетельство. Мы что, разве были в Равинате? Нет. У Равина? Ну так кто это нас тогда расписывал? Интересная постановка. Жизненная очень. Очень приличная. Очень тонкий юмор. Очень хорошая игра актеров. Такой необычный спектакль, яркий, молодежный, такая обыденная ситуация, может нравиться любым возрастам. Спектакль «Брачный договор» в конкурсной программе областного театрального конкурса «Мельпомена» представлен впервые. Со слов актеров, он выстроен как сериал. У зрителей должно сложиться ощущение, будто бы они подсматривают за жизнью обычной семьи. Вот сегодня совершенно иной спектакль, нежели мы привыкли его видеть в своем театре, потому что это другая публика, это другое восприятие, другая реакция. И мы видим совершенно другую и актерскую реакцию, другое развитие у спектакля. И поэтому это всегда очень интересно, и этим театр интересен для меня, и я думаю, что этим он интересен и для публики. В зале все время слышен смех. Жизненные ситуации, показанные на сцене, не оставили публику равнодушной. Владимир Савеленко, Вартан Сюниджан, Сергей Зайцев. Главное новости. У меня на этом все. Далее прогноз погоды и новости донского спорта. Оставайтесь с нами.